Здравствуйте, меня зовут Антон, я представляю компанию Ugears. Сегодня мы вместе соберем аксессуар для настольных игр из линейки Ugears Games. Данная модель для настоящих любителей классики игрового мира. Популярный атрибут для настольных ролевых игр в новом уникальном исполнении. Ширма мастера. Практичный и красивый аксессуар, прост в сборке. Приступим. Распакуем коробку. Снимаем болителю. Открываем коробку. Мы видим инструкцию. Доски. И наполнение резинки. Воск для смазывания. Наждачная шкурка. Откроем инструкцию. И начнем с первого пункта. Видим, нам нужно найти детали. Очень сильно, как входящие в блокады. Типа головой. Да, да. Даже сейчас. Мы можем повторить. Чтобы не было этого. Мне только камеры надо поменять. Я убью их. Не, так с этой камерой, чтобы... Находим детали номер один, два, три и четыре. На доске номер один. Разложенный не совсем. Поменяем. Четыре. Это нам потом упростит процесс сборки. Деталь номер один. Деталь номер два. Сразу раскладываем, так как нарисовано в инструкции. Деталь номер три. Наверх. Обращаем внимание, что два шипа с левой стороны. Деталь номер четыре. Кладем в самый низ. Соединяем это все деталями номер пять, шесть. Они везде одинаковые. Тоже находятся на доске номер один. Четыре пятых детали. И четыре шестых. Без смазки заходит достаточно туго. В инструкции указано, что нужно смазать. Но, наверное, так и поступит. И так каждые детальки. Наверное, сначала все смажем, чтобы потом просто одеть все за один раз. Аккуратно совмещаем. И засунуваем. Клепошь. 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 Так. Все дробance, все подтянули. Клепошь подтянули. Зажали до конца. на сторону переворачиваем на обратную сторону и одеваем резиночки на углы четыре угла можно четыре резиночки поправим вечно снизу и обратно так можно притянуть чтобы не образовывались петли свободно висящие сзади это готово точно также делаем в зеркальном виде вторую такую же деталь чуть если у нас был один слева поставим справа вторая была справа будет слева четвертая у нас внизу но уже справа будут шипы и третья деталь тоже сверху наши ты тоже справа мы все это соединяем деталями номер пять и шесть вы ломаются детали аккуратно и легко большого труда это не занимает тоже смажем их с соединяем на шручка а а а а а а а а а и а так а Переворачиваем и надеваем опять 4 резинки. Получились две такие циркальные рамочки. Дальше деталь номер 7. Дальше нам нужна резинка 5-миллиметровая. Нам нужно отрезать два кусочка по 33 миллиметра. Тут 1,3 дюйма, можно и в дюймах. Отмерим 1,3 дюйма. Где-то вот так вот. Не хочет отрезаться. Немножко оттупился. Так, еще нам понадобятся две детали номер 8. Теперь просовываем резинку в седьмую деталь. И вставляем деталь номер 8. Резинку нужно подтянуть немножко. Чтобы не провязала. Вот так вот. И таких деталей две штуки. Еще одну выломаем седьмую. И еще из блока выломаем две восьмые детали. Переставляем резинку. Дюймах. Дюймах. И деталька номер 8. Берем нашу рамку и со стороны обратной от шипов. Обращаю внимание, что держатели рамки с лицевой стороны должны одеть ножки. Дюймах. Дюймах. Есть. С другой стороны точно так же. Дюймах. Есть. Точно так же. Оделась вторая ножка. Отставим. Дальше деталь 9 и 10. 9 и 10 сверху и снизу они одинаковые. 9 наверх, 9 вниз. Шайба номер 10, 9 вниз и 9 вверх. Так, давайте посмотрим. А, еще одна шайба осталась. В инструкции указано, что нужно смазать шайбы и шипы, на которые одеваем. Так, давайте возьмем эту рамочку, поскольку здесь крепеж тоже находится с лицевой стороны, а шипы слева. Смажем шипы. Смажем. Наверное, нужно зачистить каждую шайбочку все-таки. Смажем шипы. Смажем шипы. Смажем шипы. Одеваем. 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 Срезанной частью наружу. Скругленную частью надеваем вовнутрь. И после этого шайба. То же самое делаем с нижней стороны. Ну и, как показано в инструкции, все то же самое с другой детали. Снова две девятые детали. И десятые шайбы. Смажем шипы. это места крепления к фанере которые остаются они потом могут мешать превращение шайб и лучше сразу осматриваем Продеваем. Продеваем в таком же расположении детали, как и на предыдущей рамке. Все собрали, с этой страницы инструкции закончили. Дальше нам потребуется деталь номер одиннадцать, двенадцать, по четыре штучки. Они находятся на доске номер два. Четыре одиннадцатых и четыре двенадцатых. Смотрим, как расположены детали относительно друг друга на инструкции. И точно так же соединяем наши детали. Дальше детали номер тринадцати. Две детали номер тринадцать. Одеваем на нашу сборку предыдущую. Как на картинке. И сверху закрываем двумя двенадцатыми. Дальше. Есть. Дальше. И таких нам нужно две сделать. Сразу приготовим две двенадцатые. И две тринадцатые. Дальше. Отцентрируем нашу деталь. Имеем две вот подобные детали. Все шипы нужно смазать. Остатки вузка лучше сразу убрать. Дальше мы используем немножко другую сборку. Дальше. Где используются и тринадцатая и четырнадцатая детали. Дальше. 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 Четырнадцатая. Тринадцатое и четырнадцатая. Четырнадцатая снизу. 13 сверху и все это нужно накрыть двенадцатыми. Тоже смажем шипы. И последняя наша деталь сборочка. Четырнадцатая деталь у нас снизу, тринадцатая сверху. Сразу так разложим, чтобы не перепутать их. И две двенадцатые сверху. Четырнадцатая вниз, тринадцатая сверху и двенадцатыми заканчиваем сборку. Ну и тоже все смажем. Дальше приступим к сборке гео орнамента. Детали пятнадцать, шестнадцать, семнадцать и восемнадцать. Носка номер три. На первой доске все у нас закончилось. Детали мы ее отложим. На вторую тоже. Носка номер три, пятнадцатая деталь слева. Восемнадцатая деталь справа. Деталь номер семнадцать кладем ее вниз. Деталь номер шестнадцать наверх. Соединили. Вот здесь обращают внимание, что вырез должен быть внизу, как у нас и по шесть отверстий с левой стороны все соответствует и соединяется это все деталями номер пять и девятнадцать мы тоже на третьей доске также четыре пятых деталей и четыре девятнадцатых шипы все смазываем и и и и и И начинаю собирать. И начинаю собирать. Ничего, даже мать не надо, все зашло хорошо до конца. И теперь вставляем сверху нашу сборку С. И вниз у нас попадает сборка А. А у нас была одна из двух одинаковых. Здесь у нас для ориентира показано, что верхняя, самая верхняя вращающаяся петля должна быть с выступом. Вот она у нас есть. Все правильно собрали. Отставляем сборку. Берем эту же деталь и на нее тоже одеваем четыре резинки, как показано в инструкции. Вот она у нас есть. Обращаю внимание, что петли одеты с задней стороны, а резинки с фронтальной стороны одеваются. Так, далеко не прячем ее, потому что нам еще нужно одеть деталь 20 и 21. Все на той же третьей доске. Вот у нас есть деталь номер 20. Мы ее должны вставить. Вот у нас есть увеличение более длинной стороной вертикально. Вставили, отложили. Дальше деталь 22 и 23. Деталь 22. Деталь 23. Смотрим так, чтобы выступ был слева и от нас. И снизу одеваем 23-ю деталь. Дожали. И одеваем на нашу петельку. Вот так это выглядит. После. Деталь 24 и 25. Они находятся на доске номер 6. 24. Сразу можем их одевать. Смотрим, как они расположены к таким завитковым прорезям к себе. Угу. Вот так вот. Говорят. Дальше. Дальше. Я смотрю на них. Тут нужно совместить много шипов с проликами, поэтому лучше не спешить, а сделать все аккуратно, чтобы потом не переделать, есть, и следующая деталь номер 25, вот она. Точно также с завитком к себе. Совмещаем здесь, здесь и здесь. Все у нас садилось, дошло до конца, ничего не болтается. Детали номер 28, 28, вот они, на шестой доске. Все детали на этой странице, они находятся на одной доске. В инструкции указана только одна доска. Ориентируем, как в инструкции, светлой стороной вбок будет, темной к себе и соединяем две последние детали. Вот так. И нужно смазать два отверстия. Что мы сделаем. Теперь мы перевернем. чтобы петли были к нам вращены. И оденем деталь, рамочку, которая расположена вот так. Ориентируем рамочку, как на рисунке в инструкции. Шипы с левой стороны. И видны соединения лицом к нам. Опускаем в прорезь. Опускаем в прорезь. Соединяем. И сверху надеваем деталь номер 29. Деталь номер 29. Эта страница закончена. Переворачиваем ее. И собираем такую же сборочку только из зеркальной детали. В рамке. Подожди секундочку. Я Феоню сказал. Нет. Подожди. Тогда сначала передбежим? Сейчас, подожди. Готово. Что-что? Готово. А, хорошо. Эта страничка закончена. Переворачиваем ее. И дальше соединяем эту же рамочку только сверху. Нам нужны детали 26. 27. Они на шестой рамке. 26. Она располагается так же завитком справа от нас. Одеваем ее на шипы. Продолжаем обновлять. На шестой рамки. 21. 21. 22. 22. 22. По концу зажимаем. 23. 23. 23. 24. и сверху деталь 27. Можем сразу смазать два шипа, которые находятся по краям, так будет удобнее. Тоже смотрим завиток, как конструкция находится от нас, так же одеваем наверх. Не спешим, аккуратненько совмещаем отверстия с шипами. Так, как оно должно ходить. Так, тоже соединяется это все двадцать восьми маленькими шипами. Вот они у нас уже выломаны были раньше. Соединяем двадцать шипами двадцать шипами. И оденем две шайбы номер тридцать. И осталось одеть две тридцатые шайбы сверху и две тридцатые шайбы снизу на шипы. Тидцатые шайбы на шестой доске, вот их четыре штуки. Тоже зачистим, лишним не будет. Смажем, как инструкция указана. И оденем на шипы. Раз. И второе. Две сверху. Точно так же две внешние части. И, собственно, говорит, что этот этап у нас закончен. Движется. Все работает. Дальше переворачиваем нашу рамочку так, чтобы петли были справа и от нас находились. И здесь мы должны на нашу уже установленную подвижную деталь одеть деталь номер тридцать один и двадцать два. Деталь. Они находятся, скорее всего, на доске номер три. Вот двадцать два и тридцать один. На доске номер шесть. Вот она. Так. Смазывать ничего не нужно. Располагаем, как в инструкции. Вот так. Снизу заводим нашу подвижную деталь. И точно так же выступом от себя. Все это закрываем деталью двадцать два. Зажали до конца. Все здесь оделось и вот такая же подвижная деталь у нас появилась в нашей сборке. Вот в инструкции. Страничку переворачиваем. Нашу рамочку откладываем. И собираем новую рамку детали, для которой находится на доске номер четыре. Деталь номер восемнадцать. Слева номер пятнадцать. Справа. Деталь номер семнадцать. Выступом вниз. Сразу можем соединить. И деталь номер шестнадцать. Тоже вырезом вверх. Расположили. И соединяем все тоже с деталями номер пять и номер девятнадцать. Пять девятнадцать. Они находятся на доске номер три. Деталь номер пять. Может быть кому-то будет удобно вламывать детали с помощью хелпера. Вот есть на четвертой доске хелпера. такого вида. И может быть удобнее вламывать детальки. Детали девятнадцать на доске номер четыре. Тоска у нас пустая. Можем ее складывать тоже. Шипируем на соединителях. Смажем. Что если у вас quindi что то 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 окно. Готово смосывание и соединяем нашу рамочку. Готово смосывание и соединяем нашу рамочку. Выскочили. Выскочили. Вставили. Выскочили. Вниз идет петля. Если мы помним, та, которая одна из двух одинаковых. А вверх одевается петля. Смотрите, верхняя часть будет с выступом. Вот она. Вот она сверху. Готово. Переворачиваем и надеваем четыре резинки. Как на инструкции указано. Переворачиваем и надеваем. Переворачиваем и надеваем. Переворачиваем и надеваем. Деталь номер двадцать и двадцать один. Деталь номер двадцать. Переворачиваем. Более длинная сторона вертикально. Она ставится дальше от петель. Деталь номер двадцать один. Тоже вертикально, она ближе к петле. Используемся галпером. Отделим. Двадцать вторая и двадцать третья детали. Двадцать вторая. Одна. И двадцать третья. Выступ справа. И вот у нас находимся. И точно так же, как на рисунке, одеваем шиповую деталь. Зашло до конца. Одеваем выступ справа и от нас одеваем на шип. Переворачиваем страничку. Деталь тридцать два и тридцать три. На доске номер семь. Тридцать два. Одеваем вниз, располагая так, чтобы завиток был справа и к нам повернут. Не спешим, все собираем аккуратно, чтобы ничего не поломать. Смотрите. 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 на четвертую, тридцать пятую планку. Планка 34. Смотрим, чтобы выступ в прорези был слева и от нас. одеваем на нашу рамку. И следующая, тридцать пятая палочка. Ага. Забыл. Перед тем, как мы ее поставим, мы смажем отверстие под жп. и теперь можно одевать. под жп. Так. После того, как мы одели две планки связи, мы надеваем сверху. Осталось одеть две шайбы сверху, две шайбы снизу, тридцатые, смазывая их. и наша рамка будет готова. Вытаскиваем четыре шайбы. Они рядышком находятся. Очень удобно. Почистим чуть-чуть. Так. 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 Смажем. Смажем. Один. 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 Две сверху и две снизу. Вторая. Переворачиваем. Один. И еще две внизу. Одели четыре шайбы. С этой странички закончили. И осталось закончить с нашей подвижной деталькой внизу. Значит, мы должны одеть деталь тридцать семь. Предварительно соединить с тридцать шестой. Это все находится на доске шесть. Тридцать семь. Тридцать шесть. Соединяем. Вот так. Теперь оденем. Сюда и соединим. Сюда деталью номер двадцать два. Деталь двадцать два у нас осталась на доске номер три. Ага. Это ее вытащил раньше. Вот она выпала. Сразу можно доску номер три убрать. Смотрим, что выступ находится справа и от нас. Проверим. Так и есть. И надеваем. Все двигается. Все работает. С сборкой. Это и рамочка. Мы тоже закончили. Отставляем. Так. Теперь мы должны взять широкую резинку. резинку. Разрезать ее пополам. Отмерить. Опять одну целую и одну третью дюйму. И таких два кусочка. Можем немножко убрать мусор. Будем замешать. Отложим два кусочка резинки. И берем деталь номер тридцать восемь. Доска номер пять. Тридцать восьмая. Достали мы тридцать восьмую деталь. Берем резинку. Смотрим, как ориентирована деталь в инструкции. Выступ сверху, справа. Вот он. Вставляем с оборотной стороны резинку в маленькие прорези. Совмещаем по центру. И достав деталь номер тридцать девять. Вот я ее вижу. Она сразу у меня первая. Вот она. Мы одеваем, вернее фиксируем этой деталью нашу резиночку. Вот так это должно выглядеть, как на рисунке. Вторая тридцать восьмая деталь должна быть сделана в зеркальном отражении. Если у нас это сплошный так, то это будет в зеркале. Точно так же. С оборотом вставляем резинку. И фиксируем деталь номер тридцать девять. Вот так аккуратненько зашло. Вот видим две зеркальные детали и с одной стороны резинки. Откладываем по камеру. Находим деталь номер сорок один на пятой доске. И четыре детали номер сорок. Они находятся на доске номер семь. Обратим внимание, что надпись Ugears не должна читаться. Вот так вот. И вставляем наши сороковые детальки в свои места. Все выглядит как на картинке инструкции. Тоже отставляем по камеру в сторону и собираем деталь номер сорок два, деталь номер сорок три. Это все на шестой доске. Деталь номер сорок два, сорок три. Можно смазать, чтобы нам было легче. Отдели. И смажем все боковые шипы тоже. Тут не шипы, а места, куда у нас ставятся другие детали, ответные детали. Есть. Одеваем сбоку две детали из четыре. Вот они у нас рядышком есть. Тоже доска номер шесть. И вот такая деталь у нас получилась. Берем предыдущую сборку. У нас тоже указано, что все-все-все шипы нужно смазать. Этим мы и займемся. Готово. Берем нашу ту половинку, в которой верхний выступ направлен от нас, но резинка при этом видна полностью. И одеваем. Одеваем вот таким вот образом. То есть эту боковую вставляем в нижнюю. Не наоборот. Именно боковую вертикально в нижнюю. Проверяем, чтобы все зашло до конца. Осталось ставить деталь номер сорок пять. Тоже нашу стройную стену. И ставим нашу предыдущую сборку. И все это закроем нашей ответной боковой деталькой. Тоже вставляем. Боковую деталь вставляем в нижнюю. Предварительно совместим петельку. И петельку. Петельку. И вставляем. Вот такой внешний вид. эта деталь открывается подготовим деталь номер 46 находится на седьмой доске вырезал сверху нужно смазать шипы смотрим что она зеркальная абсолютно и одеваем ее она не зеркальная смотрите внимательно чтобы совпали прорези четыре прорези под наши планки которые мы вставили вовнутрь вот так немножко подправим направим шип с помощью ножика здесь можно рукавы вот такая деталь у нас получилась дальше оденем три сорок седьмых деталей они у нас находятся на доске номер пять номер пять воспользуемся хелпером и 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 40 седьмых деталей мы оденем на обратную сторону, тоже воспользуемся хайлопараном. Еще наша доска пустая, можем ее отложить, чтобы не мешало. И так далее. Зарываем. Третья. Четвертая. Если какой-то туго будет входить, можно воспользоваться воском и смазать. Так, здесь мы закончили все. Теперь осталось соединить наш центральный блок, теперь уже читается надпись U-Gearth Games, вот она. Оденем наши две боковые рамочки. Обращаю внимание, что петли расположены к нам и мы видим на рамочках крепеж, а не резинки. Резинки с внутренней стороны, вот они остались. Тут у нас свешитель смазан. Зайтих должно очень легко, раз, и вторая. У нас тут небольшая авария, произошла соскочила резиночка. и ее поправим. Нажмем до конца. Ну и еще проверкой может служить при читабельной надписи U-Gearth. Многоподвижные части находятся снизу, а не снизу. Надписи все читается. Все, вот наша ширма в сборе. Вот мы ее можем открыть. Можем ее развести. А теперь я вам покажу особенности данной модели, которая в сложенном состоянии выглядит как большая красивая книга. Но она раскрывается в четырехстворчатую ширму, вот так вот. И настоящей изюминкой данной модели является центральный дайсовый таунер мастера. После игры модель собирается и защелкивается на специальное песнице тоже. Большое спасибо за ваше внимание, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова